Всем привет! И мы продолжаем прохождение мобильной игры Герой Дисней Боевый Режим. И сегодня у нас прошло новое обновление. Разработчики добавили нового персонажа. И конечно же сегодня мы будем продолжать играть с составами от подписчиков и прокачивать героев согласно ваших отзывов и комментариев. И да, представляю вам нового персонажа. Это Хильго Синклер. Друзья, я не знаю из какого она мультика, поэтому пишите в отзывах в комментариях отзывы относительно вот из какого мультика этот персонаж. Ну а мы начинаем игру. И первым написал и оставил свой состав подписчик с ником Стрэйк333. Мой состав Мадам Мим, Шэнь Ю, Дональд, Утя Изая, Тимон и Пумба. Прокачай Тимона и Пумбу. Что ж, с удовольствием иду навстречу. Давайте-ка отправимся в элитный режим. Вот думаю 10 главы будет достаточно. Попробуем заработать фишек Рекса. Вот и попробуем собрать этот состав. И так, и так, мне нужна Мадам Мим. Но если кто-то из героев попадется раньше, я его возьму. Да, вот попался Дональд. Отлично. Вот Мадам Мим. Замечательно. Ищем других персонажей. И так, вот он Шэнь Ю. Отлично. И нам осталось только найти Утю и Заю. И еще вот Тимона и Пумбу. Да, вот Тимона и Пумбу я нашел. И осталось только найти Утю и Заю. И так, сила нашего отряда 57465 единиц. В принципе, друзья, мне кажется, этого будет достаточно, чтобы победить. Тем не менее, давайте-ка посмотрим на эту битву. И так, Дональда пока оттягивает. Начался грандиозный замес. У врагов есть Теневой Вуди. Вот Теневые Зинзи, монстры. Но наш отряд буквально, в принципе, за считанные секунды справляется с первой волной. Надеюсь, со второй мы тоже так же здорово справимся. И так, у врагов есть Теневой Рекс. Я активирую Утю и Заю. Она бьет этого монстра. Превращаем Мадамим в Крокодила. И Шэнь Ю забрасывает врагов вот стрелами. Отлично. И так, все неплохо довольно-таки идет. Вот осталось, друзья, еще мне активировать Тимона и Пумбу и Дональда. Вот, битва продолжается. Вот, еще активирую Утю и Заю. Вот, ну и по сути, друзья, это победа. Да, вот так легко. А, нет, друзья, вот еще пыталась еще противоставить что-то. Вот, Джуди Хоббс. Ну, а опять же, нам удалось победить этого врага без проблем. Итак, друзья, хорошая победа, хороший бой. Ну, а сейчас давайте-ка займемся прокачкой Тимона и Пумбы. Итак, давайте-ка найдем этого персонажа. Вот, кстати, подписчик еще написал, что этот персонаж достаточно крут. Вот, вот, Тимон и Пумба. Что-то написал на характере 333. Я, как опытный игрок, могу тебе посоветовать прокачать Тимона и Пумба. Это хорошие герои. Основную линию пройдут налегке. Особенно с Джеком. Интересно, каким Джеком. То ли Джеком Воробьем, то ли другим. Итак, друзья, вот, активирую трезубец. Вот, надеваем очередной значок и переводим Тимона и Пумбу на новый цвет. Вот, фиолетовый плюс 2. Опять же, обратите внимание, все характеристики героя довольно-таки неплохо поднимаются. Супер! Ну вот, друзья, еще навешиваем на героя кучу значков. Вот, и, конечно же, по уровнях я тоже попробую прокачать Тимона и Пумбу поднять на более высокий уровень. Сейчас Тимон и Пумба у нас 120 уровня, а я подниму этот герой до 125. Вот, замечательно. В принципе, еще по навыкам мы можем поднять героя. Итак, прокачай первую способность до 45 уровня, вторую до 35, а третью пока хватит ингредиентов. Ну вот, удалось поднять до 16 уровня. Ну что ж, с этим героем, я думаю, друзья, мы неплохо справились и берем следующий состав от наших подписчиков. И Николай Щелкун попросил состав Дональд, Бэймакс, Олаф, Тимон и Пумба и Шито, Крыто и Крыто. Ну что ж, друзья, смотрите, я думаю, друзья, опять же, пойдем с вами в компанию. Вот, в элитный режим. Попробуем с вами пойти на главу 11, друзья, мне кажется, так будет интереснее. Чем сложнее сражаться, тем круче. И попробуем забработать фишек Джек-Джека. Вот, мне кажется, так тоже будет здорово. Итак, Тимона и Пумбу я оставляю. По-моему, Дональд там присутствовал. Да, вот, Дональд и Тимон и Пумба остаются. Остальных надо заменить на Бэймакса, Олафа, Ишито, Крыто и Крыто. Отлично. Ищем Олафа. Здорово. Где-то здесь есть Бэймакс. Вот, посерединке где-то. Очень много, друзья, героев, поэтому не всегда просто искать. Я уже просто как бы интуитивно знаю, что вот Шито, Икрыто и Крыто у меня где-то приблизительно в конце. Да, вот. Ну что ж, команда сформирована. Сила отряда 72 533 единицы. Вот, в принципе, мне кажется, этого достаточно, чтобы победить. Итак, что же враги? Что же враги? Итак, у врагов есть Теневой Мистер Исключительный. Вот, другие Теневые Монстры. Они идут в атаку, ну а я пытаюсь с ними справиться. Итак, давайте-ка, вот, попробуем запинать противника. Ох, какой стильный. Итак, давайте-ка я на него натравлю Тимона и Пумбу. Да, вот, бодает противника и БМХ добивает первую волну. Отлично. Переходим ко второй. Как раз Дональд накопил энергии. Я активирую. Шито, Икрыто и Крыто пытаются воровку поместить в мешок. Вот, отлично. Ага, не сумел, друзья. Не сумел. Вот, как правило, шито, Икрыто и Крыто мешок любого героя могут вот как-то туда переместить. Но с воровкой это не сработало. Итак, достаточно серьезный противник. Ну, давайте-ка я натравлю на нее Тимона и Пумбу. Плюс Дональд пусть попробует запинать. Вот, здорово. Итак, добиваем фиалку. Вот, посылаем в атаку против фиалки. Итак, шито, Икрыто и Крыто. Да, вот, смотрите, фиалку удалось переместить в мешок. Но она быстро как-то вот отбилась. Вот, походу, друзья, мы ее смели. Вот, остатки здоровья. Ну, как-то так. Итак, третья волна, самая сложная. Дональд идет в атаку. Вот, я направляю против Венелопы. Шито, Икрыто и Крыто. Вот, отлично. Ну, смотрите, это уже другое дело. Вот, Венелопа оказалась в мешке. Вот, Олаф тем временем замораживает врагов. Ой-ой-ой, друзья, и мы потеряли Тимона и Пумбу. Вот, давайте-ка, друзья, шито, Крыто еще отправлю очередного монстра поместить в мешок. Сали и Бу, по-моему, друзья. Ой-ой-ой, мы потеряли Беймакса. Как так? Итак, Дональд пытается запинать вот Теодельму. Олаф пытается заморозить остатки вражеского отряда. Неужели, друзья, проиграем? Я просто в шоке. Жаль, если и если не сумеем победить, друзья, это будет проигрыш. Ну, как так? Итак, друзья, здесь Дональд пытается запинать Теневую Венелопу. Вот, здоровья не осталось, но все-таки мы вытягиваем победу. Вот, просто фантастика. Просто фантастика. Итак, достаточно сложным оказался бой, но все-таки нам удалось вытянуть победу. Ну, а я беру, друзья, следующий состав. Это у нас Эдгар Ретрополис. Эдгар попросил, чтобы я взял состав Мини Маус, Микки Маус, Гуфи, Ангел и Стич. Достаточно интересный отряд. Отряд сильный. Поэтому, друзья, давайте-ка я возьму вот главу 13-ю. Вот, попробуем заработать фиши черного плаща. Вот, мне кажется, этому отряду должно хватить сил. Так, и так, высаживаю предыдущий отряд, выбираю Гуфи, выбиваю Стича, выбираю Микки Мауса и ищем Ангела и Мини Маус. Ангел, Ангел, где-то посередине, по-моему, друзья, слабо прокачен этот персонаж. Вот, подружка Стича будем считать. И еще поищем Мини Маус, Мини Маус для Микки Мауса, тоже где-то под конец этот герой. Почему-то слабо прокачен, мало вот кто спрашивает и просит прокачать Мини Маус. Так, где же, где же она Мини Маус? Неужели я ее пропустил? Нет, по-моему, друзья, еще в конце. Да, вот, нашел всего сотого уровня. Да, было бы здорово прокачать Мини Маус. Тем не менее, сила отряда 149 тысяч, 146 единиц и, в принципе, друзья, этого более достаточно, чтобы победить. Итак, давайте-ка я посмотрю, что я могу сделать. У врагов есть Теневая Венелопа, Теневая Теодельма. Вот морская ведьма Стичь обстреливает Венелопу, выбивает без проблем. Ну и общими усилиями сейчас допинаем Теодельму. Вот так. Да, первая волна уничтожена, переходим в следующий. Вот сейчас как раз наши герои накопили энергии. Итак, Стичь обстреливает, Микки усиливает. Мини Маус тоже налаживает какие-то положительные эффекты. Гофи танцует от радости, а Стичь обстреливает и добивает остатки вражеского отряда. Кстати, кто обратил внимание, Микки Маус обстреливал врагов при помощи рогатки. Смотрите, как здорово это у него получается. Ангел поет, усиливает нашу команду. Вот, что же Микки Маус. А тоже, друзья, какое-то усиление. От Гуфиного танца наша команда усиливается. И я вижу, восстанавливается здоровье. Ну и пусть бой, друзья, не успел. Хотел закончить бой выстрелом Стича. Вот как враги закончились. Что ж, эта победа оказалась достаточно легкой. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, следующий состав у нас от Лины Потомской. Вот, наиболее активная моя подписчица. У которой, как правило, все герои подряд. Итак, состав Рэндалл Бокс, Фреон, Робин Гуд, Рекс и Винни Пух. Достаточно хороший состав. Вот, друзья, но, к сожалению, опять же, в нормальном режиме прохождения элита мы не пройдем. Вот, на максимальных главах. Но зачистить какую-то главу без проблем. Итак, давайте-ка я возьму главу 10-ю. Даже 9-ю, потому что отряд немножко слабоват. Давайте-ка, друзья, я попробую заработать фиши Гуфи. Вот, мне кажется, вот этого должно хватить. Итак, попробуем собрать сейчас состав Лины Потомской. Вот, и так, и так, и так. Вот, Рэндалл Бокс, Фреон, вот, Робин Гуд. Это у нас Рекс и Винни Пух. Да, сила отряда всего лишь 72 тысячи. Вот, но, в принципе, друзья, мне кажется, этого достаточно, чтобы победить 9-ю главу. Вот, без особых проблем должны пройти. Даже, в принципе, друзья, можно было 10-ю, но я не стал рисковать. Итак, что у нас враги? Теневые монстры, теневые жуки. Вот, ниндзя какой-то теневой. Да, вот теневого Вуди мы запинали в шутяк. Но, смотрите, друзья, просело здоровье Рекса. Вот, враг оказался сильнее, чем я рассчитывал. Итак, давайте-ка натравим на него вот этого Рэндалла Бокса. Вот, Винни Пух пусть выпустит пчел. И да, первая волна уничтожена. Хотя, здоровье Рекса просело, и это уже не здорово. Итак, активируем сразу же спецатаку. Рекса посылаем в атаку. Фреон замораживает врагов, а Робин Гуд обстреливает врагов. Плюс еще атака пчелами от Винни Пуха. Вот, съедая мед, он натравливает на врагов кучу пчел. Вот, просто супер. Итак, как видите, вторая волна сложилась тоже без особых проблем. И мне осталось только активировать Рэндалла Бокса. Против Мистера исключительно, ведь у него пусть Робин Гуд забросает врагов стрелами. Фреон подморозит, а Рекс попытается затоптать. Итак, враг уцелел. Ну, еще вот атака пчелами от Винни Пуха должна уничтожить врагов. Итак, враг сопротивляется, падает здоровье нашего отряда, ну и врагов по сути не осталось. Да, вот супер. Ну что ж, идеальная победа, идеальный бой, и мы идем с вами дальше. Итак, друзья, беру следующий состав от наших подписчиков. И следующим написал Алеша Будаксаде. Друзья, не знаю, нечитабельная фамилия Алеша, просто Алеша, Алешан, Алешан, да. А вот Алешан попросил состав Рэндалл, Ева, Вали, Черный Плащ и Бэймот. Вот, ну что ж, друзья, давайте-ка попробуем сложить этот состав. И да, еще раз прошу подписчика, вот не могу прочесть его фамилию, как-то не очень здорово получается. Итак, состав, друзья, мне кажется, немножко слабоват. Давайте-ка я его возьму на 10 главу. Вот, попробуем заработать фишек Колхун. Вот, мне кажется, друзья, этого должно хватить более чем. Итак, итак, высаживаем, высаживаем вот предыдущий отряд. Вот, и попробуем собрать состав от Алешана. Так, Рэндалл, Ева, Вали. Рэндалл, а, друзья, зачем же я Рэндала Букса снял? Ничего страшного. Итак, Вали, Ева есть, два робота. Вот, отлично, сейчас возьму назад Рэндала Букса, и мне осталось только добавить Черного Плаща и Бэймакса. Кстати, Черного Плаща, по-моему, друзья, я пропустил. Да, вот Черный Плащ, а где-то здесь должен быть Бэймакс, 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 да, вот он. Ну что ж, сила отряда 139 тысяч, 326 единиц. Да, можно было взять главу посильнее, что-то мне показалось, что она не очень сильная. Нет, это достаточно сильная глава, хотя ее противник у нас серьезен. У него Джек Воробей, вот повезло, что он не призвал пушек, вот свой корабль. Вот, поэтому победа пока в первой, он не очень легкая. Вот вторую, давайте-ка, друзья, я попробую тоже смести, вот сразу же мощной атакой Черного Плаща и Вали. Да, у врагов нету ни единого шанса, все-таки это достаточно крутой отряд. Вот, давайте-ка я еще подключу Рэндала Бокса против Джек-Джека. Тем временем, вот, Бэймакс активирует энергетический щит. Вот, Черный Плащ идет в атаку. И, друзья, походу, это победа, да, это победа. Достаточно легко нам удалось победить и уничтожить всех врагов. Просто супер. Итак, идем, друзья, с вами дальше и берем следующую команду от наших подписчиков. Это у нас Игорь Сметанников. Он попросил, чтобы я взял состав Мелефисента, Венелопа, Изма, Аид, Феликс. Вон так себе, друзья. И, да, подписчик написал 6 героев, немножко ошибся. Давайте-ка я возьму первые 5. Состав, друзья, по-моему, неплохой. Вот, правда, здесь самый мощный боец, это у нас Мелефисента. Но я думаю, друзья, 12 главу элитного режима мы должны этим отрядом справиться. И я думаю, друзья, давайте-ка заработаем фишек Вуди. Итак, высаживаем предыдущий отряд. Выбираем Мелефисенту. А дальше уже, конечно же, герои попроще. Венелопа и Изма. А вот, кстати, там был Феликс. Сразу же попробую его взять. Отлично. Вот где-то есть здесь Венелопа. Венелопа, Венелопа, Венелопа. Да, вот, отлично. Изма, насколько, друзья, я помню, этот герой у меня слабо прокачен. Где-то практически в самом конце. А нет, нет. Оказалось, где-то посередине. И последний персонаж, за которого попросил Игорь Сметанников, это у нас Аид. Аид, в принципе, еще есть герой раунд так себе, но он как бы шестой, поэтому для него нету места. Да, смотрите, друзья, сила отряда 110 тысяч, 622 единицы. То есть, более чем достаточно, чтобы победить в этой главе. Вот, и да, посмотрим, что у нас с врагами. Ох, друзья, вот самый сильный враг, это Теневой Мистер Исключительный. Очень трудно его побеждать. Вот, ой-ой-ой, и здоровье Венелопы проседает, здоровье Аида проседает. Одна надежда на Феликса, что он призовет своих родственников, они выбьют врагов. Да, вот, Аид продолжает поджаривать врагов. Вот, Венелопа бьет леденцом, вот, Мериду, то ли, вот, Якса. И Изма еще пытается отравить остатки вражеского отряда. Вот, отлично. И да, нужно добивать врагов. И опять же, очередная атака родственника Феликсов добивает Якса. Добиваем Мистера Исключительного и переходим к следующей волне. Вот, нет, друзья, враг оказался круче, чем я ожидал. Тем не менее, вот, накопил энергии. Массовая атака от Мелефисента. Огонь дракона поджаривает. Вот, Изма отравляет. Венелопа бьет леденцом, да и Аид, молодец, неплохо поджаривал. И так, у нас не осталось у Изма здоровья, но она каким-то чудом еще держится. И так, вторая волна сметена. Переходим к третьей, но, к сожалению, друзья, я боюсь, Изма здесь не выживет. Хотя, смотрите, активирую этого персонажа. Плюс, вот, Мелефисента огнем дракона поджаривает один раз, второй раз. Вот, и только Буйволсон выдерживает эту атаку, но ненадолго против пятерых героев он не справится. Да, да, видите, очень здорово сыграли. Просто замечательно. Тоже, друзья, продолжаем играть и берем следующий состав от наших подписчиков. Вот, а следующим написал и оставила свой состав Марина Кирякова. Марина попросила, чтобы я взял Ракетчика, Валю, Еву, Бэймакса и Гуфи. Прокачай Еву и Шрам. Ну, давайте-ка, друзья, делаем так. Я возьму этот состав, а потом, друзья, возьмем и прокачаем Еву и Шрама. Итак, Ракетчик, Вали и Ева. Вот, я думаю, друзья, на какую главу взять. Ну, давайте-ка, друзья, попробуем пройти 14 главу, чтобы это было на пределе. И попробуем заработать фишек Аида. Вот, мне кажется, так будет интересней. Итак, и так, и так. Вот, Вали и Ева. Отлично. Вот, еще там, по-моему, друзья, присутствовал Гуфи. Вот, и еще Ракетчик. Ага, Ракетчик и Бэймакс. Вот, замечательно. Итак, состав достаточно крут. В принципе, даже можно было еще взять главу повыше. Ракетчик. Ракетчик есть. И Бэйм, Бэймакс, Бэймакс, Бэймакс. Где-то здесь. Итак, отряд получился достаточно крут. В виде 157 608 единиц. То есть, у врагов, скорее всего, будет вообще никаких шансов. Тем не менее, давайте-ка поразимся и посмотрим, что из этого получится. Так, что у врагов. У врагов, опять же, теневой мистер исключительный. Очень один из темнейших врагов. Ну, а Ракетчик идет в атаку. Поджаривает врагов выхлопом из своего реактивного ранца. Вот, враг повержен. А мы идем с вами дальше. Итак, следующая волна. Да, я вот активирую Вали. Бэймакс, вот, создает энергетическую защиту. Гуфи усиливает нашу команду. А Ракетчик продолжает поджаривать и уничтожать врагов огнем со своего ранца. Вот, отлично. Кстати, обратите внимание, Ева накопила энергии. И мы поджариваем кого-то из врагов энергетическим разрядом. Вот, плюс, Гуфи идет в атаку. Ракетчик поджаривает врагов. Вот, просто супер. Ну и вот, друзья, в атаку идет еще у нас... Вот, что это у нас? Вали. Вали добивает остатки вражеского отряда. И мы получаем идеальную победу. Просто супер. Ну что ж, друзья. Вот, мне кажется, друзья, неплохо сегодня сыграли. Осталось нам только прокачать тех героев, за которых попросила Марина Кирякова. Это Еву и Шрама. И нас сегодня... Друзья, нет, давайте-ка я еще возьму... Вот, Лариса и Чичерова. И состав мы состав самых сильных. Но вначале прокачаем Еву и Шрама. Итак, что у нас делается с Евой? Давайте-ка я посмотрю. Сейчас она 120 уровня. Я ее подниму. Вот, давайте-ка, друзья, до 125 уровня. Мне кажется, так будет здорово. Вот. И еще по навыкам, если у меня хватит ингредиентов. Да, вот так, смотрите, друзья. Удалось поднять до 56 уровня. Вот, неплохо. Вот. И еще давайте-ка посмотрим, что у нас делает Саша Шрама. Вот этого героя я тоже подниму до 125 уровня. Мне кажется, так будет тоже здорово, неплохо. На навыках, к сожалению, нету ингредиентов. Ну и вот, друзья, пойдем еще по основному сценарию. Вот по нормальной главе я сейчас нахожусь на 19-й главе. Попробуем пройти очередную кампанию, для которых я возьму самых сильных моих бойцов. И да, друзья, кто смотрел предыдущее видео, там у меня появился первый красный персонаж. Это Эльзу. Мне удалось ее прокачать достаточно круто и здорово. Ну что ж, друзья, сейчас сила отряда 337 тысяч. Вот, не уверен, друзья, достаточно ли этого, чтобы победить, пройти по основному сценарию. Но все, возможно, я, конечно же, сделаю. Итак, вперед в атаку. У врагов есть теневая Сали. Теневой черный плащ. Ого, итак, Джек Воробей призывает корабль, обстреливает врагов при помощи своих пушек. Вот. Ой-ой-ой, друзья, как так? Мы потеряли Джека Воробья. Как обидно. Как обидно. Я воспользовался спецатаками моих героев. Это было напрасно. Но, надеюсь, что хотя бы Малефисента поджаривает врагом. Валли стремится в атаку. Вот, пытаясь нанести. И Эльза пытается, опять же, добить врагов Морозом. Итак, очень жаль, что мы потеряли Джека Воробья. Вот второй по силе мой герой. Один из сильнейших. Но, тем не менее, друзья, вот такие произошли потери. Да, вторая волна смятена без потерь. Но здоровья осталось очень мало. И сразу же, друзья, несколько спецатак. Ого, и у нас, друзья, идет диалог по сценарию. Подождите, не может быть. Кажется, я слышала об этом месте. Это Тартуга. Принюхайся в воздухе. Пахнет предательством и апатий. Да, перед нами Тартуга. Капитан Воробей, ты здесь откуда? За тобой прыгнул. Дорогуша, не хотел, чтобы ты утонул. Ребята, мы добрались. Это скрытый уровень. Друзья, итак, сразу же мощнейшие атаки. Вот, от Мелефисенты, от Стича, от Вали. Пытаемся добить остатки вражеского отряда. Враг достаточно силен, но наши герои тоже непросты. И так, еще морозная атака Эльзы. И у другого остался только вот Хирахамода. Ну, тем не менее, друзья, вот Бэймакс его добивает. И Стич стимится в атаку. И это привозит нас к побеге. Ну, что ж, как видите, идеальная победа. Ну, не совсем идеальная. Джека Воробья мы потеряли, но сражались достаточно неплохо. Что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось сегодняшнее видео. Кого из героев усиливать, прокачивать. Пишите свои составы. Я буду брать их согласно ваших отзывах и комментариях от самых первых. И пока будет возможно снимать. Да и самое главное, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.